МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пользу с соблюдением мер безопасности росгвардейцы проверили школы. Лучший чтец России Рязанка София Сичинава стала финалисткой конкурса «Живая классика». Инновационно-научно-технологический центр сможет стать ключевым инструментом в решении задач по диверсификации. Об этом Николай Любимов рассказал во время пленарного заседания, которое прошло 25 мая в Рязани. Что делать оборонным предприятиям, чтобы увеличить долю гражданской продукции? Этому вопросу посвящен цикл региональных встреч. Первая прошла в Рязанской области. Ключевой темой пленарного заседания стала диверсификация деятельности организации УПК в режиме офф и онлайн. К диалогу присоединились федеральные чиновники и руководители. Среди базовых отраслей промышленного комплекса Рязанской области оборонка занимает серьезное место, сказал губернатор Николай Любимов. Работа сконцентрирована на помощи предприятиям УПК. Наши предприятия поставляют на профильные рынки высокотехнологичную, зачастую и уникальную продукцию и, конечно, обладают значительным потенциалом развития за счет сформированных заделов в области лазерных и оптических технологий, связи, радиолокационного, оборудования, робототехники, электроники, автоматизации производств и цифровых технологий. Учитывая высокий уровень научно-технологической производственной базы, предприятия УПК, значительный пул их наработок, практически готовых к освоению, мы стараемся находить и внедрять механизмы, которые способствуют влечению доли выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Таким механизмом станет современная площадка ИНТЦ. Она свяжет вузы, малоинновационные компании с крупными индустриальными предприятиями. Обозначены основные направления. Это информационные, аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электроника. ИНТЦ создают на площадке бывшего училища связи в Рязани. Аплодируется реализовывать программу повышения квалификации, что очень важно для наших предприятий. Комплекс мер при поддержке, конечно, наших федеральных партнеров способен диверсифицировать структуру промышленного производства именно в сторону освоения новых видов конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Также позволит решить проблему отток молодых специалистов в крупные мегаполисы и привлечет в регион дополнительные силы малых технологических бизнесов, стартапов, также их профессиональные команды. Важна, по словам губернатора, поддержка на федеральном уровне. И она есть. Это доказывает представительный состав участников встречи. Подобные сессии планируют проводить в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах, где действуют предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сегодня на Авиадарте один из самых насыщенных дней. Штурмовики соревнуются на дисциплине «воздушная разведка», а истребители бьются в воздушной дуэли. Правда, с земли разглядеть эти противостояния не получится. Максим Васильев знает почему. Над аэродромом в Дягилево 4 девятки, или по авиасленгу «прекрасная погода», а значит на Авиадарте время самого интересного. Но это только для самих пилотов. Выполнение боевых задач – настоящее приключение. Для зрителей же все банально – взлет, посадка. Но даже в этом рутинном, казалось бы, процессе есть свои важные нюансы. Чтобы в небе летчика от задания ничего не отвлекало, сушку надо еще правильно подготовить. А это уже работа техников. Ростовчане – частые победители дисциплины «воздушный бой». И не в последнюю очередь из-за работы бригады наземного обслуживания. Времени подготовка занимает 4 часа. И не вне зависимо, конкурсная программа или обычный полет. Самолет всегда готовится одинаково. Подготовка всегда одинаковая. Но подходим с большей ответственностью к этому моменту. Надеемся, наши экипажи нас не подведут, выиграют. И мы их тоже не подведем. Воздушная разведка – один из ключевых конкурсов летной программы. Пилот знает только квадрат и количество целей. Что это за объекты, он должен определить сам. Молодой экипаж Су-34 из Челябинской области нашел не все. Необходимо было найти 5 объектов. Нашли 4. Сейчас пойдем в боевое донесение. И там узнаем, насколько точно мы определили координаты заданных объектов. На бумаге воздушный бой или дуэль – самая зрелищная часть состязаний. Но с земли, как это выглядит в небе, можно себе только фантазировать. Технически это выглядит так. Две пары истребителей, ведомые диспетчером, идут на сближение и делают резкий разворот. И фигуру пилотажа. Тут уже от класса летчика. Задача – зайти в хвост своему оппоненту, а затем произвести условный запуск ракеты. Кто окажется расторопнее, тот победил. За быстротой реакции следит специальная электроника. У ростовчан, по их словам, дуэль – это коронка. Шансов своим соперникам дончане пообещали не оставлять. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Недавнее событие, произошедшее в Казани, когда молодой человек совершил вооруженное нападение на школьников и учителей, привело к массовым проверкам безопасности учебных учреждений по всей России. В Рязани контроль за соблюдением мер безопасности также ведется. Сотрудники Росгвардии провели проверку в школах. Реалии нашего мира говорят о том, что заходя в двери школы, дети должны не только получать новые знания, но и чувствовать себя в безопасности. Также родители должны быть спокойны от понимания того, что в учебном учреждении работают добросовестные частные охранные организации. Сейчас сотрудниками Росгвардии осуществляются проверки учебных учреждений разных уровней – от детских садиков до вузов. Проверка начинается еще с подхода к охраняемому объекту, потому что в соответствии с установленными законным требованиями, в случае наличия на объекте внутри объектов или пропускного режима, они образованы как учреждения по обязательству. Должны размещаться соответствующие таблички, информирующие всех посетителей о том, что данного рода режимы на данном объекте ведутся, чтобы это не было для них удивления. Подобные таблички должны размещаться в тех местах, чтобы их было видно в любое время суток. Далее проверяется наличие необходимых документов у самого охранника. Данным родом документами, которые должны у него быть в обязательном порядке при себе, является удостоверение частного охранника, которое выдается только после прохождения соответствующего обучения территориальным органами Росгвардии. Помимо всего прочего, обязательным наличием у частного охранника при учреждении им охраны является такой документ, как личная карточка, которая оформляется его работодателем, получается также в территориальном органе Росгвардии выдается для несения службы непосредственно частному охране. У каждого охранника на посту должна быть инструкция по осуществлению пропускного режима. Сотрудники Росгвардии проверяют, насколько они ознакомлены с ней. Также проводится профилактическая беседа о тех мерах, которые необходимо принимать при чрезвычайных ситуациях. Помимо таких проверок, каждый год охранники сдают теоретические и практические зачеты. Каждая новая смена охранника в школе номер 48 начинается следующим образом. Прохожу прилегающую территорию, ограждение, проверяю исправность ограждения, закрытие дверей, окон и прилегающую территорию, чтобы не было посторонних предметов и посторонних лиц. Затем происходит передача дежурства. Ученики сюда приходят строго по времени и пропускам. Никто из посторонних в школу не допускается. На случай ЧП охранник сразу же нажимает тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии, проведя проверку и не обнаружив нарушений, переходят к следующему учебному учреждению. Если же нарушение все же будет выявлено, то организации выпишут штраф. 21 мая в Международном детском центре «Артек» состоялся всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли участие ребята из 13 стран, в том числе из Франции, Италии, Бельгии, Ордании, США, Нидерландов, Румынии и Финляндии. Флориаты уже отобраны. Среди них есть и наша землячка. Приехала к нам в деревню новая учительница Марья Семеновна. А у нас и старый учитель был Алексей Степанович. Все ученики к нему бегут, а Марья Семеновна стоит в сторонке. Он говорит, бегите, когда Марья Семеновна? На сцене Международного детского центра «Артек» школьница из Копина София Семенова. Она читает отрывок из произведения «Нулевой класс» Юрия Коваля. Делает София это эмоционально, как будто вживаясь в каждую из ролей. Это отметили и члены жюри. Как результат, София стала финалисткой на всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Она поразила меня от своей какой-то такой отдачей, эмоциональностью, заразительной. Что в основе этой профессии, нашей профессии актерской? Это способность заразить зал, заразить большую аудиторию. София прошла жесткий отбор. Из двух с половиной миллионов участников финалистами стали 15 человек. Юноши и девушки от 10 до 17 лет из разных регионов России и даже зарубежья. И каждый, как признаются члены жюри, талантлив. Оценки было выставлять очень трудно, потому что, опять же, как я уже сказала, мне кажется, что у всех детей есть эта возможность развить этот навык чтения, актерского такого чтения. После конкурса члены жюри признали, что были удивлены подачей чтецов. Выступали они совсем как взрослые, как студенты театральных вузов и актеры. Софии, например, в этом помог ее преподаватель. Скопинская школьница участвует не первый раз. И после победы признается, что рада тому, что прошла не сразу. У нее появился стимул, и она с каждым разом пыталась нарастить свои знания в творчестве. Путь к успеху – это когда ты уверен в себе, ты идешь и пытаешься не отставать. Ты всегда пытаешься все лучше и лучше себя развить. Я делаю это не ради победы, а чтобы развить себя, развить свои знания и становиться лучше в театральном творчестве. Расслабляться пока рано. Сейчас София готовится к международному суперфиналу конкурса. Он пройдет 19 июня в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Там ей предстоит сразиться с профессиональными артистами, звездами кино и театра. Валерий Седов, телекомпания «Город». Пасхальный период особой радости у православных христиан не заканчивается с окончанием празднования Пасхи и Светлой недели, а продолжается 40 дней вплоть до праздника Вознесения. Праздничная программа, связанная с этим периодом, проходит в Рязанском Кремле. Колокольный звон, песнопение в исполнении ансамбля, священнослужители и детские выступления вновь наполнили палитру пасхальных дней в Рязанском Кремле яркими красками праздника. Коллектив священнослужителей представил программу с уже хорошо известными, полюбившимися публике песнями и новыми композициями. В концерте также приняли участие детские хоровые коллективы. Перед зрителями выступил хор детской музыкальной школы номер один имени Оглинцевой и детский хор воскресной школы Иоанна Кронштадтского храма Рязани. Ребята очень обрадовались и согласились исполнять даже пять песен. Мы выбрали самые любимые, которые они захотели. Нас пригласил священник, отец Георгий Галахов. Мы очень рады, потому что для нас это огромная такая радость именно в эти пасхальные дни, радостные. Поскольку наш коллектив занимается народным творчеством, мы приобщаем детей к нашим народным традициям, а наша вера – это тоже наша исконная народная культура. И поэтому для нас огромная радость именно в эти дни прийти сюда и выступить здесь, подарить радость, творчество свое для всех зрителей. Замечательно, что такие мероприятия случаются здесь, в центре Рязани. В прошлое воскресенье я приходила со своими дочерьми. В это воскресенье я пришла со своей мамой. И мне нравится наблюдать, как мимо проходят рязанцы, гости города, останавливаются, становятся зрителями на этом концерте. Многие зрители приходят на концерт уже не первый раз. Разве могут оставить равнодушными атмосферу Древнего Кремля? Пасхальные и все другие песнопения, детские улыбки – их искрометная радость при выступлениях. Алиса Котровская, Денис Беляев, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова